Сегодня православные верующие чествуют память святой мученицы Татьяны. Престольный праздник в этот день отмечает первая в нашей стране студенческая церковь святой мученицы Татьяны. Вот уже 15 лет подряд божественную литургию здесь совершает митрополит Одесский и измаильский Агафангел. А по окончании службы всех прихожан угощают боготворительным обедом. На большом православном празднике побывали и корреспонденты телеканала «Репортер». 25 января престольный праздник отмечает храм святой мученицы Татьяны на 4-й станции Большого фонтана. Утром сотни людей собрались в церкви и на улице, чтобы встретить митрополита Одесского и измаильского Агафангела, который в этот день традиционно совершает божественную литургию. По словам создателя храма Сергея Кивалова, очень важно приобщать молодежь к православию, поддерживая традиции, передавая их из поколения в поколение. Особое значение это приобретает сегодня, в сложные времена, как экономически, так и духовно. Некоторые тогда скептики тоже говорили, зачем нам в Одессе еще один храм. У нас есть достаточно храмов. Но идея заключалась в том, чтобы студенты, молодежь ходили в церковь. Студенты, молодые люди должны прививаться к православию. И владыка оставил службу, не поехал в другой храм, а находится среди студентов и преподавателей, среди прихожан в храме святой мученицы Татьяны. Это дорогого стоит. Знаете, он, как духовный наш отец, он делает все для того, чтобы люди верили, люди молились, люди получали благословение. На этом и держится наше православие. И нет той силы, которая сегодня, допустим, искренне верующего человека заставит, чтобы они ходили в другой храм. Это неправильно, это несправедливо, это невозможно сделать. Одесситы хорошо помнят, как проходило строительство первой в нашей стране студенческой церкви святой мученицы Татьяны. Храм строился шесть лет, возводили его всем миром. Здесь неповторимо все. Он имеет уникальную архитектурную форму в виде пасхального яйца, что является символом вечной жизни. Церковь святой мученицы Татьяны объединила людей разных поколений в самом сокровенном – вере в Бога. Вы знаете, безусловно, наш храм, который уже стал, наверное, визитной карточкой всего студенческого городка и нашего города, это единственный студенческий храм святой мученицы Татьяны у нас на Украине. Поэтому я очень горжусь, что имею отношение к строительству этого храма и к функционированию вот уже 15 лет почти. Этот храм очень любим жителями нашего города. И мы видим репортажи с праздников, когда очень много людей приходят. Очень многие люди говорят, вот достаточно мало места, нужно расширяться и так далее. Поэтому это очень приятно, потому что то, что построено трудами Сергея Васильевича Кивалова и всего коллектива юридической академии, это, знаете, еще одна капля в благополучие, в созидание и в душевное спокойствие всего нашего города. Безусловно, я люблю этот храм, потому что как прихожанка вот уже очень много лет мы приходим, и детей вносим на причастие уже разного возраста, и только видишь, как у прихожан растут эти дети, и когда маленькие совсем на руках, и постарше, и побольше, и так далее. Это большое счастье, потому что в этом есть прогресс, в этом есть наша жизнь. И посмотрите, сегодня столько людей, сегодня и на молитве. И мы встречали митрополита Агафангела, который сыграл огромную роль в строительстве и функционировании этого храма, который каждый год на храмовых праздник посещает храм и правит службу в этот день. Мы за это ему очень благодарны и низкий поклон. Вы знаете, сегодня красивый праздник, красивая молитва. Всех Татьяны, всех студентов хочется поздравить праздником, чтобы был мир в душе, было спокойствие, благополучие, благосостояние. Пусть все будут здоровы. Наш храм отмечает праздник берега мученицы Татьяны. Я сегодня от души хочу поздравить всех наших прихожан. У нас присутствует митрополит Агафангел, который сегодня проводит нашу службу. Я от всей души хочу поздравить всех Татьян. Пожелать, чтобы все были здоровы, все были счастливы. В этом году исполняется 15 лет со дня открытия и освящения храма святой мученицы Татьяны. Совершали это таинство предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Владимир и митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Его Высокопреосвященство оказывало поддержку на всех этапах строительства, начиная с 2000 года, когда состоялась торжественная закладка первого камня в основании будущей Церкви. Господь помогает нам стать чище и добрее, через добрые дела, через святые жизни, которые мы должны совершать, живя на земле. Я хочу поблагодарить Сергея Васильевича, основателя этого строителя храма, его близких, родных, всех тех, которые принимали участие в создании этого духовного, этого храма Божия, потому что не всем дается благословение Божие строить храма, а тем, которые избирает Господь и которые силы свои и умения отдают для того, чтобы духовность была в центре жизни, мыслей наших, нашего поведения, чтобы мы могли найти место здесь на земле, кусочек рая, потому что храм – это часть неба на земле. Церковь традиционно отмечает память святой мученицы Татьяны. И вот в нашем богоспасаемом городе, Одессе, есть замечательный храм, посвященный этой святой угоднице Божией, святой мученице Татьяне, свято-татьянинский студенческий храм при Национальном университете Одесская юридическая академия. И вот сегодня эти стены были освящены молитвой многих-многих верующих одесситов, во главе с владыкой митрополитом Агафангелом. Сегодня любимый праздник для всех студентов, всей молодежи. Мы с благоговением приходим в эту церковь, молимся святой мученице Татьяне о том, чтобы Господь даровал нам мудрость, знания, то, что нам всем так необходимо, и особенно учащим и учащимся. Мы также просим, чтобы Господь благословил строителей и благоукрасителей святаго храма, сего раба Божия Сергия, Сергея Васильевича Кивалова, и весь его огромный коллектив. Наверное, и не только он, но и многие одесситы участвовали своими приношениями в этой, поистину, общенародной стройке. И храм получился на славу. Это действительно шедевр архитектуры. По православной традиции на храмовый праздник Свято-Татьянинская церковь проводит для своих прихожан благотворительный обед. Как и каждый год, одесситов угощали полевой гречневой кашей с тушенкой. В подготовке трапезы принимали участие студенты-преподаватели, выпускники Национального университета, Одесская юридическая академия. Ведь благотворительные акции – важная часть студенческой жизни. А святая мученица Татьяна – покровительница всех студентов. Все то, что в университете совершается, здесь огромный коллектив, здесь десятки тысяч студентов, и они по окончании получают востребованное, становятся востребованные. Они не остаются без работы. Все они профессионалы, специалисты. Здесь люди по 30-35 лет, профессора, ученые с мировым именем. Они делают все для того, чтобы обогатить науку духовностью, чтобы наука образования и духовность всегда шли вместе. Я хочу пожелать Сергею Васильевичу, как президента Национального университета Одессской юридической академии, как почетного гражданина города Одессы в области, как человеку церкви, который объединил с собой, как и был в начале, тема цель объединить духовные, соцсвятские. Могу это делать усердно, успешно. И я думаю, что получают славу от людей и от Бога. Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов отмечает, что хотя официально в Украине День студента отмечают 17 ноября, учащиеся считают День Святой Татьяны своим праздником. Приходят на богослужения вместе с сотнями одесситов, молятся о крепком здравии для родных и близких, мире и благополучии. Я хочу поздравить всех девушек, которые носят имя Татьяна. Я хочу поздравить всех прихожан, которые пришли сегодня и находятся здесь. Я хочу поздравить всех жителей нашего города, которые разделяют этот праздник в праздник святой мученицы Татьяны. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет мир, любовь, спокойствие и благополучие. Во время праздничной службы прихожане прикладывались к иконе святой мученицы Татьяны и возносили ей свои молитвы. На престольном празднике царила особая торжественная атмосфера. Одесситы отмечали, что они были рады собраться в этот день вместе и ощутить дух единства в это непростое время.